здравствуйте друзья с вами опять в гостях уже на 2007 2008 9 10 годы и я начал длинную длинную серию рассказывая про каждую фотографию что она не изображена смотрели люди смотрели потом появились такие голоса скажите подробнее откуда взялась история тут же и просматривался такая недоверие не может быть никогда я сказал себе давайте я сейчас расскажу про самая обстоятельная сорта для уже до сибири до юг сибири это юг на юг ассерского края и хакасия но дело в том что за 40 50 лет совершилось чудо они не только не погибли благодаря моей молитвы моим проклятием они теперь длинная жизнь потому что я в десятках фильмов нет сотен фильмов и десятках телепередач телевидения я ввалял дерешки деревья дерешки деревьев дерешки деревьев вот первые деревья были уничтожены а вот уже вторая волна вторая так сказать пришествие абрикосов уже живы но к сожалению полностью восстановить те потери страшные от этих губительных обрезок мы все еще не смогли вот давайте так самые ветераны амур вот серафим и бай сейчас вам покажу вот он бай вот он амур девушка не смотреть и наконец серафим сейчас делаем так допустим взялись как меня умоляли просили и требовали расскажите конкретно какой-то сорт про самое самое я выбрал серафим сейчас объясню почему итак мы с вами находимся вот здесь вот вот здесь вот видите как я делал вот яндекс видите яндекс яндекс фото одно слово абрикос второе слово серафим третье слово подряд набрал нажал и получил что вот секрет почему бы и абрикосов данном случае не абрикоса нет фотографии абрикосов популярны так а во вторых почему они чаще всего встречаются на человек сайта когда я нажал фото абрикоса фим самый левом углу высветился бой именно бой абрикос вот видите я десятка раз доказал что он бой ну принцип такой сейчас его специально сказать не буду довел бы школа цена и даже не нажимал сразу высвечивается на 2 июня с 2000 года так без вот ну все это яблоки откуда в сибири такие урожая пойдет от верблюда вот то есть вот так вот это вот фотография я изъявлась самая популярная видите а вот чады нажали даже не нажали подвел и уже написано вот это все тип элемента все мое ладно и возвращаемся где вы были так были бы допустим вот тут теперь допустим вернулись увидели общую картинку и так если человек хочет назвать имени серафим а я раскрутил нашу страну я жаль за вот чтоб у него покупали этот мусор хворост эти дровишки под красивым названием серафим он берет и говорит ты компьютерщик я тебе заплачу белый сайт чтобы серафим был дайте самый красивый фонарфик компьютерщик заходит сюда так же как вы вот обрекло серафим и не думая ни о чем самую вершину фонарфик почему она самая первая и вот и допустим эта фирма москве в подмосковье в общем вот это вот самая фирма продает якобы абрикос серафим поняли да а корзинка то это моя так а давайте теперь посмотрим вот такие вот смотрите нажимаем правую мышку дайте изображение в яндексе видите но дело в том что я сразу расскажу эту хитрость человек взял вырезал поняли вырезал и получается в москве подмосковье питомники омский садовод продает якобы серафим я всегда удивляюсь откуда в омском садоводе посреди сибири находится сад черешневый его там где-то черешневый продает хоть поняли фотографию жирного подмосковье под этим видом под омский садовод серафим москве еще 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 вот и тогда получается доставка этот магазин теперь что мы делаем возвращаемся назад убедившись что это фотография как говорил видел чего-то девят глазом своим идем дальше ищем еще истерафим именно с моего сада вот он прошу прощения не совсем здоров вот это тоже моя фотография и вот теперь уже просто кто-то случайно перепутал и взял эту серфим вот это пила на костерафим это не ворот на кательбурге этой фотографии сделать не могли потому что сделали у меня что шутском районе консельского края так видите вот особенно как красиво сделали они художество оформили чего-то написали а это уже чистое мошенничество эта фотография украдена посмотрели вот а потом я расскажу происхождение как обещал вот эта фотография взял на моем саду последние какие-то абрикосов как держит эта дама вот дальше фотография взял на моем саду ну так она приводил довольно шумышку и вот она последние характеристика фотоаппарата и так это кстати артем вот это уже из другой оперы дальше еще посмотрим немножко еще моя вот смотрите нажал правую мышку на те изображения в яндексе ну давайте считать знаете чем она привлекает этих самых и чисто плотных сказать вот он на кательбург талии восток так что тут еще написано вот вырасти вместе да вывести а сейчас разбирать москве опять москва конечно 207 рублей водка дороже просто и будет у вас вот такое дерево красивое вот ладно ладно посмеялись так дальше короче немножко вот еще поищем фотографии они все попадают бои вот моя фотография видите абрикос кустарник кустарник линейка это моя фирменная значит я уже не разговаривал так ну еще пару фотографий найду даже без этого вот этот гражданин товарищ геннадской дружности и серафим тоже прокрутилирует вот что в медицинском районе только он забывает сказать от кого достал чертки бывает забывчивость это наша черта ну еще найду одну-две а потом поросал поросал серафим вот этот супер серафим вы поверите что это железо фотографии а проверить легко у этой дамы есть фамилия и отчество вот значит я Александр Савинич аспирант Красноярский университет это значит что я при всем желании соврать не могу что эти огромные прикрытия выносил меня вот это фотография и вот тут я вот ее вот это выигрыш на фотографии это не серафим это академик вот смотрите сколько раз ее мою фотографию украли найти изображение в яндексе поехали вы видите причем самый интересный все таки все многие ее маскируют просто маскируют вот кстати вот случайно бросилась в глаза смотрите вот он тот самый мой серафим который в самом верхнем в левом углу так и что они написали воронежской румянской теперь это уже не моя фотография и теперь под этой красивой фотографии можно врать врать и врать и продавать тот самый хворост так ну что хватит теперь о происхождении серафима вот происхождение серафима а вот он и так значит получилось так что серафим был недалеко непосредственно в Савянногорске у своего друга у него есть фамилия и отчество так Адольф Александрович Бильтяевский вот он его раздобыл где-то где-то раздобыл но я уже точно знал что это серафим потому что его спутать невозможно он имеет свои характерные характерные черты вот где он хорошо пошел стал давать уникальный урожай ну вот этого фотография он о чем-то говорит вот так вот вот знаете это дерево примерно было в 2000 допустим в 2008 в 2010 году сделано то есть очень давно ну скажем 15 лет назад в прошлом году я с ним распрощался вот дав мне одну сотню ведер я не увеличил ведер и килограмм ведер вот это дерево рухнуло развалилось на части под урожаем в 2012 году оно закончилось свое существование спасти было невозможно оно развалилось вот это значит что у него была очень славная история сейчас оно освободило место для других деревьев вот но что случилось то случилось значит чем оно хорошо оно почти позднее то есть позднее только позднее филиппе созревает вот а это значит что реже попадает под заморожки не зря она славится у меня такими урожаями так вот это раз так таким еще какую-то славную фотографию вот вот славную фотографию ну допустим эту вот она Серафин только не купить в Москве это все вранье и так вот эта фотография которая которая это всего одна ветка вот так вот здесь она еще не потеряла свой цвет она практически красная была сейчас она она по эти годы желтела 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 я это отношу за счет подвоя и я важно сказать что любое дерево в культурном области является гибридным вот вот они сами по себе все гибриды но это ладно это понятно но это еще и вегетативный гибрид то есть если по двое резко от него отличается по бородостойкости это большинский амрикоз резко отличается вот произошло за несколько поколений их родения они сродились подвой перестал отвергать прямой вот и отсюда вот эти сумасшедшие урожаи так морозостойкость повысилась до уровня банджурского абрикоса а значит больше никаких сухих веток никаких почти нет урожая пропускает но это уже обязано не потому что оно не хватает морозостойкости не хватает в весенних во время весенних заурского тут не хватает ну пять минус выдержит ну и все а дальше уже пропускают урожаи были такие года вот несколько таких годов обидно было страшно потому что это уникальное дерево достаточно плотная мякоть хорошая для капотов соков варенья для всего вот все что я хотел сказать о нем потому что оно пошло по россии вот мне сейчас очень сложно очень сложно это отсутствие памяти и я до сих пор мне не хватает ни времени ни сил все систематизировать это должно было бы сделано если бы я был бы кандидатом доктором академиком мне бы дали бы помощника помощницу я бы мог бы еще систематизировать вообще сразу нажал кнопочку мы бы видели подмосковье район вот так если брать так неопределенно подмосковье так макаров Алексей Иванович один из моих лучших учеников он сам себя называет учеником великолепный сад великолепный ум и тогда он мне присылает фотографию а на ней молодое дерево и на нем плоды какие очень крупные внучок сфотографированный я ему пишу что за сорт и вот и он мне пишет серафим 70 грамм вот видите а вот эти вот 40 грамм вот то есть возможность великолепный увеличение есть всегда почему потому что именно многолетняя научная работа часто приводила не к оккультуриванию а к уменьшению плодов что уже как бы чем меньше плоды тем они можно даже этого принципа не всегда но в большинстве случаев можно этого принципа придерживаться вот нам от этого не легче и вот именно прививка подставка 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 на хладостойке подвое вот она тогда получается что при определенных условиях вот получается что раскрывается его потенциал потенциал у него огромный я даже не исключаю что если бы макаров еще поколение выросли он попался 100 граммов почему вот сегодня я не закончу на этом дело в том что сегодня крещенские морозы сегодня 19 января я вас поздравляю с праздником крещения листово я вас использую это для того чтобы сказать ребята когда-то на земле был рай потом дичайшее одичание заметьте это колобур дичайшее одичание среди людей и среди растений в частности что выжила то одичала что не одичала то погибла вот это пещеры это каменные топоры после того когда если поглядеться почему молчит наука почему она всякую херню преподает в школах университетах почему они не видят циплопические гигантские сооружения построены нет не тысячи лет назад не две не пять даже не десять когда люди якобы ходили собирали козявок этих и корешки чтобы выкормиться вот в этих шкурах нет наверное это было сотни тысяч лет назад миллионы лет назад где жили люди вот по всей планете раскиданы гигантские 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 сооружения я об этом боюсь уже говорить примут за городского сумасшедшего вот вот теперь уже когда все это совместно до кучи видно что цивилизация была вот потом одичание теперь возрождение и пять процентов мозга человеческого только работает вот ну не считая денег которые случайно не случайно работает большая часть мозга вот то же самое в растении мы сейчас мы именно те кто прививает не скрещивает это бесполезно а именно прививает раскрываем их лучшее качество подчеркиваю лучшее качество хоть это так просто но на этом я хочу закончить я просили рассказать ну сказать вкус какой ну это самое самая подлая фраза в отношении абрикосов самая подлая в миллионах экземпляров раскуроченная она звучит так абрикосы нуждаются в ежегодные обрезки они не могут жить без обрезки они умрут если вы их резать не будете вот вот это вот ёрничание вы поняли на этом я хотел это ценнейший совет откажитесь от этой подлой фразы забудьте абрикосы нуждаются в ежегодные обрезки и вот тогда у вас вот такое чудо будет а прививка да прививка что делать калечим деревья сращиваем два разных дерева разных сортов но это уже будет другая история до свидания друзья а кстати у меня сейчас привезы так лайки ставьте раз значит заказывайте у меня косточки серафилов я их много и заказывайте чередки на прививку и сажаться у Сергея жерезова моего сына не пожалеете это вот а кстати и меньше всех боится вспомнил дерево это у меня фил это под сараем где вечно капала вода первое дерево то есть крыша сарая везде сыр а оно хоть бы худый их показать бы вам сейчас 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 ну вот я такой заводной сейчас я постараюсь показать вот она крыша сарая видите я вас обманул только смотреть глаза вот видите вот это серафим но вы не смотрите что он желтый стал ну что я могу сделать когда это по двое я уже упоминал амажинский абрикос он же желтый и вот результат влияет влияет но самое главное что вы тут увидели мы увидели что это дерево растет прямо под сараем здесь сыро всегда сыро сыро оно не испугало сырости а сколько у нас районов где сырость страшна сырость страшна вот и там не потому что и калечит дерево даже если не калечит просто сопревает высокая влажность воздуха близко к грунтовой воды вот она панацея абрикос серапин вот косточки чертки садовцы благодарю за внимание